Дежурные бригады скорой помощи, полицейские, спасатели и представители администрации города. Безопасность на воде в крещенскую ночь обеспечивали представители нескольких подведомственных структур. На территории всех купелей установили дополнительные световые пушки. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского светил воду и после молитвы пригласил верующих окунуться в местную Иордан. Купающихся в море в январе, как высокий сезон летом, Александр Саик за сибирским здоровьем приехал в Анапу из Сибири. Я сегодня купался, чтобы выздоровить. Александр Вершкин, гость из Москвы, свой заплыв посвятил дню рождения дочери, 19 января. Правда, переоценил возможности организма. Чуть не захлебнулся, я переехал, протез в ноге, захлебнусь. Я впервые чувствую, вообще круто. Почему решили искупаться сегодня? Ну, потому что сегодня... Как бы первый раз очень хочется. Верю, что не буду болеть, когда искупаюсь. Ярик Бойчев практикует крещенское погружение уже несколько лет. В купеле, как рыба в воде, несмотря на зимнюю температуру в море, плюс 5. Это отлично, наоборот. Выходишь, сразу жарко становится, заходить холодно. Так нормально. Согревается дома чаем. Кому-то дома далеко горячий сладкий чай пили на месте. Молодежь, мамы и папы с детьми, люди в солидном возрасте. По данным отдела гражданской обороны, в крещенском купании приняли участие более 4 тысяч анапчан и гостей курорта. Более 3,5 тысяч на пляже Высокий берег, 143 человека на центральном пляже и более 400 на пляже в станице Благовещенской. Вместе с верующими в воду входили и представители православной церкви, поддерживали прихожан. 9 медработников, 24 спасателя и 72 полицейских дежурили на трех точках – на центральном пляже, на высоком берегу и в станице Благовещенской. И на всех купелях. Благодаря организованной и слаженной работе большой команды без происшествий. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион.